Бандитские автомобили лихих 90-х Внимание, если вам мешает реклама, просто нажмите на крестик в рекламном блоке. В начале 90-х, когда большинство жителей бывшего СССР даже и не мечтали о наличии автомобиля, на отечественных дорогах все чаще стали появляться автомобили иностранного производства. Заработать на такой автомобиль честным трудом было просто нереально. Первые автомобили, которые начали появляться в те далекие времена, прочно стали ассоциироваться у населения с бандитскими тачками. Ведь именно эти автомобили чаще всего становились участниками криминальных разборок и сводок криминальных новостей. Предлагаю вместе с вами освежить в памяти, какие тачки из 90-х были бандитскими. Первым и единственным советским автомобилем, которые люди прочно ассоциировали с бандитами, стала «Лада Самара». Если говорить по правде, то до середины 2000-х годов люди, которые собирались купить новый автомобиль, во многом руководствовались своими подростковыми ассоциациями. Приехать на бандитском зубиле на очередную стрелку – это ведь плюс 50% к успеху. Такую популярность в определенных кругах автомобиль ВАЗ-2109 получил благодаря сравнительно неплохой управляемости и динамике. Если кто не знает, то эта серия автомобилей разрабатывалась АвтоВАЗ в сотрудничестве с самой Порш. Со временем, когда в наши страны начали завозить первые иномарки, авторитетные парни начали обращать внимание на зарубежных производителей авто. Само собой, на первом месте были немецкие тачки. А самыми популярными стали представители линеек Ауди, БМВ и Мерседес. Начнем по порядку. Часть бывших владельцев зубил пересели на куда более современные и престижные Ауди. Бандитским автомобилем этого бренда всегда была Ауди 80, или как ее еще называли «бочка». Эта модель выпускалась с 1987 до 1991 года. Именно таких автомобилей было довольно много на отечественных дорогах. Бочки оснащались двигателями объемом от 1,4 до 2,3 литра и могли сравнительно спокойно уезжать от представителей правоохранительных органов, которые в то время ездили исключительно на ВАЗовских классиках. Следующим ярким представителем лихих 90-х стала модель от БМВ. Именно пятая серия БМВ в 34-м кузове стала настоящей бандитской тачкой. Кстати, в определенных кругах бренд БМВ расшифровывали по-своему, как боевая машина вымогателей. Самыми популярными моделями пятой серии БМВ были модели 525 и 535. Автомобили с такими индексами оснащались двигателями объемом в 2,5 и 3,5 литра. В то время с такими мощными двигателями БМВ могли чувствовать себя на дорогах абсолютно безнаказанными. Ведь даже мощность двигателя в 2,5 литра достигала вполне приличных 192 лошадиных силы. А также не менее популярными были автомобили седьмой серии. Конечно, на таких автомобилях ездили уличные бандиты и различные мелкие коммерсанты. Для них они были слишком дорогими. Такие автомобили могли себе позволить исключительно главари определенных бандитских группировок. Самыми популярными моделями БМВ у нас были автомобили в кузове Е32 и Е38. Объем двигателей варьировался в пределах от 2,5 до 5,5 литров. А мощность последнего автомобиля, который получил индекс 750i и оснащенного мотором V12, достигла 326 лошадиных сил. Представитель этого класса культовых бандитских автомобилей также стал героем популярной киноленты Boomer. Как ни странно, но BMW седьмой серии не получила такого распространения, как другой представитель немецкого автопрома. Я говорю действительно о настоящем бандитском автомобиле Mercedes S600 в кузове W140. Именно этот автомобиль Mercedes стал культовым героем многочисленных анекдотов про новых русских. А причиной такой популярности стало действительно прорывное по тем временам оснащение автомобиля. В базе у Кабана была электрическая регулировка всего, что только можно, а также система инфокрасного дистанционного управления, климат-контроль всех зон, возможность установки телефона и даже факса. Данный автомобиль выпускался с 1991 по 1998 годы и пришел на смену 126-му кузову. 600-й Mercedes был доступен в двух вариантах исполнения, отличающихся длиной базы. Кузов W140 считался коротким, а W140 – длинным. Гамма силовых установок варьировалась в пределах от 2,8 до 6 литров. Самыми популярными марками Mercedes у нас считались 5- и 6-литровые версии, которые развивали 326 и 408 лошадиных сил. Кстати, именно из лихих 90-х мы с вами узнали, что означает словосочетание «машина-сопровождение». Как правило, их роль выполняли довольно крупные внедорожники. Выбор такого класса машин-сопровождение не случайен. Ведь если конкурирующая группировка решила устроить засаду, такие автомобили должны были пробивать преграду на дорогах. На роль Тарана лучше всего подходили рамные внедорожники, которые производились в США и Японии. Неудивительно, что такая судьба была подготовлена лучшим представителям того времени – Chevrolet Tahoe, Suburban и Toyota Land Cruiser. Chevrolet Tahoe – данный автомобиль пользовался огромной популярностью в виду своего грозного вида и внушительных размеров. В этот автомобиль могло спокойно поместиться до 9 человек, а огромный багажник позволял с легкостью вместить солидный боекомплект. Самым маленьким двигателем была силовая установка на 5,8 литра объема. Все это позволяло автомобилю с увеличенным дорожным просветом легко уходить от погони даже на нашем бездорожье. Этот культовый автомобиль также стал одним из героев картины «Бригада». Не менее популярным Тараном был и японский автомобиль, более известный у нас как «Крузак». Авторитетные бандиты сразу полюбили его за неприхотливость и сравнительно доступную цену. Ведь даже самая дорогая комплектация стоила в два раза дешевле мерседесовского кубика. А если учитывать тот факт, какая судьба ждала этот автомобиль, его покупка приобретала еще большую целесообразность. Версия Toyota Land Cruiser 80 появилась на рынке в 1988 году и оснащалась рядными шестицилиндровыми моторами. Максимальная мощность у двигателя в 4,5 литра была 215 лошадиных сил. Следующее поколение «Крузаков» получило индекс 100 и впервые было представлено в 1998 году. Именно с этой версии «Крузаки» начали оснащать мощными V-образными моторами объемом в 4,7 литра. Кстати, на «Крузаки» засматривались не только представители криминального мира. Многие, наверное, помнят, что на таких автомобилях ездили представители и наших силовых ведомств, в частности, спецподразделения «Беркут». Так что у обычных людей было в два раза больше причин обходить эти машины стороной. Теперь давайте поговорим о бандитских атрибутах, таких как оружие. В основном бандиты пользовались оружием, которое было легче всего достать. Но иногда для них изготавливали его по спецзаказу, грешили этим как домашние умельцы, так и официальные предприятия. Первый вариант оружия – пистолет Макарова. Пистолет Макарова находится на вооружении в армии с 1951 года в некоторых странах бывшего Варшавского договора, Китае и других. Данный пистолет предназначен для ведения огня в ближнем бою и является личным оружием офицерского состава вооруженных сил и сотрудников силовых структур государства. В конструкции пистолета использована популярная схема немецкого 765 Вальтера образца 1927 года. Следующий бандитский атрибут – автомат Калашникова 762. Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. Данные автоматы стоят на вооружении 50 иностранных армий. Бандиты 90-х также использовали самодельные вооружения. Теоретически, с помощью самодельного оружия проще навести шороху и при этом иметь много меньший шанс быть наказанным правосудием, чем если бы использовался пронумерованный и не кустарный вариант, который стрелял настоящими, опять же пронумерованными патронами. Поговорим о имидже. Примерно вот так выглядели в то время бандиты 90-х. А также носили красные или малиновые пиджаки, или куртки-кожанки. А также могли носить черные длинные плащи. В бандитском прикиде также присутствовала массивная золотая цепь, а на руках носили печатки. А также бандиты того времени стриглись очень коротко, можно сказать даже на лысо. Но чаще всего бандиты 90-х обзаводились следующими атрибутами, например, вот такими. А если повезет, то такими. Прокомментируйте под видео, о какой современный автомобиль у вас ассоциируется, как более бандитский. А также не забудьте поставить оценку этому видео. А на этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео понравилось, ставьте лайк. До встречи.